Девушки отдыхают Девушки отдыхают Значит, с чего надо начать? Начать с того, что, на самом деле, если вот эту мысль я донесу до ветеринарных врачей, ну и, наверное, некоторых владельцев, которые будут потом смотреть эту записи, да? Потому что это прям самая главная мысль, что у большинства пациентов при большинстве заболеваний методы визуальной диагностики без симптомов ничего не значат. Ничего вообще. Поэтому на сегодняшний момент ситуация какая? Ну, я это знаю почему. Потому что я каждый день, ну, там, три дня в неделю стою на приеме, да, и там есть прямые эфиры у меня еще, где владельцы присылают свои исследования, да? И они прям сильно уверены, что они прислали фотографию своего монитора, на котором открыто какое-то исследование КТ или МРТ, что-нибудь, да, открыто. И просто вот они присылают эту фотографию и спрашивают, что здесь. То есть это практически встречается в 99% случаев. То есть людей, которые хоть как-то понимают, что главное вообще это пациент, что с него надо начинать, крайне мало. Это большая проблема. Есть ситуации, да, когда, ну, например, опухоль головного мозга, да, вот мы смотрим МРТ, опухоль головного мозга, понятно, что способ лечения будет хирургический, надо удалить, да. Но владелец же спрашивает, можно ли удалить у моего пациента, у моего кота, да, а без осмотра, да, я знаю, что да, опухоль, я могу ответить. Вот ваша опухоль, стрелочку нарисовать, ее надо удалить. Но можно ли удалить эту конкретную опухоль у этого конкретного кота, пока ты не посмотришь на кота, невозможно. Поэтому есть огромная переоценка всех видов исследования, без исключения, хоть КТ, хоть МРТ, хоть рентгеновских снимков. Это главное. Если мы возьмем собак карликовых пород, то все те изменения, которые мы видим у них в крайне цирекальной области, да, вообще без симптомов, в большинстве случаев вообще никак не интерпретируемы. Вот. Почему так происходит? Потому что люди путают спинной мозг, нервную систему и позвоночник. То есть абсолютно большинство владельцев говорит, что, наверное, моя собака не поворализованная такса не ходит, потому что у нее что-то с позвоночником. И объяснить эту проблему, что проблема в спинном мозге очень сложная. Если собака имеет поражение нервной системы и симптомы поражения нервной системы, то это значит там поражение нервной системы. Вот такая простая мысль почему-то не доходит. То есть если у тебя неходячая собака по причине нарушения функции спинного мозга, значит спинной мозг поврежден. Это банально, кажется, звучит, но в реальности не банально. Потому что все приходящие владельцы в 99% случаев считают, что у собаки какая-то проблема с позвоночником. Эта глупость распространяется на разных сайтах. Позвоночник на исток выполняет роль основного стержня тела собаки и служит органом централизованного управления движениями. То есть я просто взял, я пытался найти вот эти, откуда вообще эти мысли идут. Они идут вот, один из источников, это некоторые сайты от заводчиков, где такая информация распространяется. Мне вообще интересно всякие глупые мысли, откуда они берутся. Их так много в нашей жизни, что иногда я просто вхожу в тупик, когда у меня спрашивают, вот вы сейчас закроете врожденный портосистемный шунт у моей собаки, а он опять образуется. Я такой думаю, так, 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 как может образоваться врожденный портосистемный шунт? Я вот смотрю на этого человека, и у меня всякие разные мысли появляются. То ли он дурак, то ли он идиот, то ли это я дурак, то ли я идиот, потому что я не слышал ни одного случая, чтобы был кто-то рожден второй раз. Иисус Христос, он и тот восстал из мертвых, да, мы знаем. Но так, чтобы родиться второй раз, как это возможно? Как возможно появление второго врожденного портосистемного шунта, потому что тогда надо родиться второй раз? И вот таких вот интересных случаев в нашей жизни, в нашей практике просто колоссальное множество, да. Проблема в том, что огромное количество людей вот в эту фигню верят и ее распространяют. Из-за этого получаются врачебные ошибки в огромных количествах. Отсюда получаются рентгеновские снимки, на которых что-то видно. Это прям каждый день происходит. Да, это происходит, то есть вот нам сделали рентген, и там нашли, почему моя собака не уходит. Ну и вот такие подобные вещи. Значит, для того, чтобы разобраться, какой способ диагностики исследования нужен, вообще существует таблица, вот эта клиника была в Хельсинки, сейчас она тоже есть, АСТ, называется. У них тоже проблема эта есть, да? То есть они прямо на своем сайте выкладывали, это было выложено на сайте, да, вот такая вот табличка с алгоритмом, что надо делать, в какой момент и что мы происходим, в зависимости от того, какая часть нервной системы повреждена. Потому что, ну, видимо, та же самая проблема у них тоже есть. То есть в зависимости от того, какая зона поражения, ну, то есть невролог определил зону поражения, вот, пожалуйста, алгоритм, где четко написано, если это там головной мозг, это одно, если это периферическая нервная система, это совершенно другой алгоритм, если это поражение спинного мозга и конского хвоста, то, значит, соответственно, ну, то есть нервной системой, да? Мы же определяем не в нервной системе, где поражение, то совершенно другой алгоритм. Вот и все. Это очень важный момент. На этом тоже появляются проблемы, потому что люди думают, что можно сделать половину и получить ту же информацию. То есть, прочитав заглавие книги, получить информацию о всем тексте. Да, то есть, если написано, что спиной мозг исследуется, это исследование крови, биохимические и клинические исследования крови, да, то пытаются по только этим исследованиям сделать вывод, вывод о том, или только по осмотру иногда, да, о состоянии и поставить диагноз, да? То есть, надо же исследовать все, то есть, всю книгу прочитать, чтобы знать все ее содержание. То есть, содержание книги по его абзацу нельзя определить. Это очень важный момент. Поэтому, перед тем, как вообще приступать к какой-то диагностике, к какому-то способу лечения, да, надо всегда поставить диагноз. Вообще, в чем смысл всех диагностических манипуляций, да? Это поставить диагноз. И перед тем, как мы приступаем, собственно говоря, к постановке диагноза, мы должны знать совершенно ряд, ну, определенных, да, ну, таких вещей. Первое, мы должны знать симптомы. Второе, мы должны знать, какой метод диагностики мы применим. А дальше мы будем только ставить диагноз на основании вот этих всех данных. Для того, чтобы понимать, что я делаю, надо понимать, что я могу, в принципе, увидеть на том или ином методе диагностики. Поэтому надо хотя бы теоретически представлять, как строится изображение и каким образом получается информация и о каком процессе идет, скажем так, получение информации. Значит, ну, так коротко, значит, для чего нужно КТ? КТ — это просто очень сильно продвинутый рентген, да, очень сильно продвинутый рентгеновский снимок, из которого можно получить намного больше информации, чем из обычного рентгеновского снимка. Он основан на физическом состоянии вещества, то есть способности поглощать рентгеновские лучи фактически, да? МРТ, оно дает нам понимание о расположении атомов водорода в тканях. Ну, или еще скорости движения молекул. Да, это есть программы, которые это показывают, и которые нам дают возможность это тоже оценить. Вот, по КТ мы же не можем определить скорость движения молекул внутри какой-то ткани. А с помощью МРТ мы это можем сделать. Вот. Ну, и о химическом строении. Можно очень достаточно много всяких разных химических веществ найти внутри организма животного, да, при проведении МРТ-диагностики. Вот. А между ними, кроме слова томография, больше ничего общего нет. То есть путаницы постоянные. Последний раз пыл перепутали, прислали откуда-то из какого-то города. Вот буквально в понедельник владельцы написали, нам сделали МРТ. А, из Архангельска, по-моему. У меня есть на сайте, на канале видео. То есть, ну, на консультацию. Мы прислали вам МРТ, вот что тут есть. Прислали КТ. То есть, вот это все остается, к сожалению, для нашей страны, вот на сегодняшний момент, все еще актуально. То есть путаница между КТ и МРТ, она есть. Она есть, она продолжается, и пока ситуация не меняется. То есть пока путают КТ, пока путают МРТ, хотя общего между ними только одно слово в названии. Вот и все. Это очень важный момент, да, потому что иначе делают просто не те исследования. Получают не ту информацию. Ну, понятно, что когда перепутают КТ и МРТ, то путают, то есть думают, что они сделали КТ, но они на самом деле и КТ не сделали, потому что они контраст забыли ввести. А когда ты делаешь КТ, и думаешь увидеть какие-то там новообразования или воспалительный процесс в центральной нейросистеме или там, не знаю, что-нибудь, да, и не ввел контраст, но это, знаете, была поговорка, что пиво без водки, деньги на ветер. Когда вот КТ без контраста, деньги на ветер. Бессмысленное исследование. Вот. И введение в заблуждение води владельцев, по большому счету. Вот. Значит, ну, на КТ мы видим ткани и изучаем рентгеновскую плотность, которая меняется при различных заболеваниях. Вот. То есть, ну, меняются физические свойства вещества, да, по поглощению той или иной того, ну, рентгеновского излучения, фактически, да. И мы видим, где какая ткань или какая жидкость, какая среда стала больше или меньше, наоборот, бывает меньше, поглощать рентгеновские лучи. В МРТ мы просто оцениваем изображение визуально, да. Вот. Значит, в целом, МРТ, то есть, если так вот, я хочу увидеть какие-то ткани, что я буду делать? Я буду делать МРТ, если речь идет о мягких тканях. То есть, это очень важный вопрос. Когда меня спрашивают, зачем делать, а это постоянный происходит вопрос, мы сделали КТ, вот у нас там диск-эспондилит, а проблема в том, что люди не понимают, что они видят. Они смотрят на изображение и не понимают, что видят, а их мозг, он вперед и достраивает, достраивает. Вот эта проблема достройки, я сейчас слушал, да, по поводу искусственного интеллекта, который там что-то будет придумывать. Вот не надо нам ничего придумывать. Нин, пожалуйста, придумывать еще и этот интеллект какой-то там что-то придумает. Если интеллект человека, он настолько придумывать вот это, что-то достраивать, а вот этот искусственный интеллект придумали тоже люди, что он там настроит, неизвестно. Поэтому это большая проблема. Это еще один большой-большой такой вот камень преткновения, который реально очень сильно мешает и является причиной огромного количества ошибок. У меня огромное количество случаев, когда я это просто вот показываю и говорю, ты достроил, ты додумал. Люди все время что-то додумывают. Это у них такая, не знаю почему так это, ну я знаю почему, это другая лекция. Вот. Вот. А не надо додумывать. То есть ты только то, что ты видишь, то и оцениваешь. Да? То есть это очень важно. Люмбосакральный стеноз. Ну, ты дифференцировка основная. КТ и МРТ, да? Надо сделать. Почему КТ и МРТ, да? И на первом месте МРТ. Потому что мы дифференцируем с дискоспандилитами. И те разрушения кости, которые происходят, они могут быть вызваны дискоспандилитом, а может быть и нет. А может быть они были вызваны, но уже остались. И то, что касается опухолей, да? То есть я хочу увидеть, то есть я задаю себе вопрос, я хочу увидеть опухоль позвоночного столба, которая вызывает компрессию спинного мозга. то есть ключевыми словами является я хочу увидеть опухоль. Что я буду делать, когда я такой вопрос себе задаю? Я пойду делать МРТ, потому что я хочу увидеть опухоль. А зачем я буду делать КТ? Чтобы увидеть, как эта опухоль разрушила кость, то есть ее следы. Так вот, следы разрушения кости и сама опухоль, это две разные вещи. То есть это то, что она натворила, а это вот она сама. Поэтому КТ я буду делать для того, чтобы увидеть, что она натворила с этими костями бедными, несчастными, или как она распространилась. Как она распространилась. Я тоже буду это видеть. Поэтому у меня вот в связи с этим это реальная ситуация сегодняшнего дня, точнее, будет, ну, завтрашнего будет. Владелец какой-то очень известный в этом городе в определенных, видимо, кругах, я так понимаю, ходит по ветеринарным клиникам этого города и пытается в течение двух месяцев решить проблему своей собаки, у которой теперь известно, что развилась опухоль молодой собаке там два года в черепе со стороны рта. Ей сделали там уже два КТ, на последнем понятно стало, что это опухоль. Но МРТ пока что никто не сделал, хотя лучше, конечно, было делать МРТ, посмотреть на эту опухоль. Лечит ей абсцессы, поэтому это актуально для сегодняшнего дня, для этого, ну, для Москвы, да? то есть АКТ всей собаки никто не сделал за два месяца. Никто вообще. То есть вот владелец говорит, так сделайте КТ всей собаки. И так надо нужно сделать КТ всей собаки, потому что посмотреть, куда она распространилась, эта опухоль. Поэтому правильно предыдущий докладчик сказал, что важно же не то, важно не то, какой прибор, а кто потом это оценивает, да? То есть в одну клинику большую-большую, самую-большую, сходили в другую, сходили, потом все, сходили в третью клинику, да? А в результате два с половиной месяца собака никак не лечится. То есть ей сделали пять операций по постановке дренажей в шею, чтобы абсцессы якобы лечить. Но имея и КТ, и МРТ в одном и том же месте в клиниках, никто этого не сделал, потому что они понимают, зачем они это делают. А надо понять, что КТ я делаю для того, чтобы понять, насколько она распространилась, поэтому выбора-то нет. Понимаете, если мы начнем зададим себе вопрос, а когда надо, есть ли у нас выбор между КТ, МРТ и УЗИ, то выбора нет, потому что мы каждый способ диагностики используем для разных задач. то есть мы не можем взять и использовать их, да, мы увидим эту опухоль, но получить те данные, которые мы можем получить на КТ, на МРТ, мы не можем, а те, которые на МРТ, мы не можем увидеть на КТ. Вот и все. Поэтому это очень важный момент. и то есть задай себе вопрос, зачем я это делаю. Когда ты задал себе вопрос, зачем я это делаю, ты начинаешь понимать, зачем ты это делаешь. А если ты этот вопрос себе не задал, я понимаю, что это так, игра слов такая, да, получается, но это факт. То есть вот тын-тын-тын, то есть ты не задаешь себе вопрос, поэтому ты не получаешь ответ, хотя вопрос-то очевидный был. По поводу Теслов, как я уже говорил, дело не в величине, тесла да в том это быть как нам приезжал невролог из американский известный один из первых наверно неврологов вообще мировой ветеринарии ну так я веду делавший много короче для это для этой науки и вот он тоже сказал что главное какая прокладка между монитором и креслом от врача зависит это вот как раз 0 2 тесла и полтора тесла да то есть детализация иногда на 0 2 теслах получается лучше чем на полутора зависит от того кто делает поэтому вот эти косяки полутора тесла на полу сделаны томограф который в принципе могли бы делаться лучше то есть берут кота собаку или какой-то там бах томограф и всего на мрт а нужно было голова то есть вот вместо того чтобы вот все и и все вот просто вот так вот понимаю что наверное нет катушек я понимаю что причина наверно в этом либо просто не в понимании зачем человек это делает то есть это обычно часто бывают медицинские врачи да хотя и ветеринарный к сожалению тоже хотя среди медицинских врачей это встречается поголовно непонятно как сделанные срезы мрт нужно посмотреть голову мрт всему кота или всей собаки да вот с такой детали за никакой детализации нужно и зоны поэтому ну вот то есть вот нужна была голова сделали шею зачем вы это делаете ну то есть зачем то есть вот зачем это как найти на рентген взяли кота бросили на пленку щелк он там такой вот таких позах а что тут у него в этом или там где-то мне лабрадора этого медиальный венечный отросток может сделали лапы передние да только мы они вот так вот лежат а и все а где там медиальный венечный отросток то нет его там живут не надо класть скота или собаку или там какое-то животное вот в таких вот позах надо нормально покажите вам нужные укладки касается мрт тоже это принципе тоже да потому что если вы так вот положили то если на к ты еще можно все исправить да ну есть программы которые это позволяют то на мрт так уже нельзя сделать и эта проблема да то есть этот человек который вот так нарезал этого бедного кота ему голову и не понимает зачем он это делает то там ничего не увидишь это для мрт гораздо более важно то есть поэтому смотришь если данный муж господи из понимаешь что если ты скажешь что какой там сделал вам самые клиенты пойдут ругаться и в результате в этом городе не буду делать это мрт потому что ругаться пойдет на медиков до америке сказать а я не так это да все случаи из жизни а вот поэтому и не понятно что делать вот в основном в рутинной практике не исследуют легкие да но есть исследования и сердца и двигающих органов он для этого нужны специальные томографы вот специальные программы ну и так далее вот поэтому если мы говорим на сегодняшний день 22 год да то и хотим увидеть грудную клетку то первую очередь конечно мы будем делать не мрт а котт рентген узи да поэтому ну очевидно то есть выбор будет вот такой вот вот если мы хотим увидеть опухоль мозга если в болезни спинного мозга хотим то есть сам мозг и его полезнее мы хотим увидеть мы делаем первую очередь мрт с режим орбиты гипофиз суставные поверхности связки мышечную ткань увидеть если в нем воспалительный процесс мы на мрт видим не то что он воспаление сделала с мышцу аж с мышцей а то что там само воспаление идет вот это мы сейчас можем увидеть прям сейчас дальше ну образование естественно да то что касается металлических предметов но это вот пуля в голове у овчарки она видит она просто черное пятно то есть что там киста и либо этот кусок свинца на низкопольном томографе на и на высокопольном принципе увидеть нельзя надо вот но почему мы делаем мрт да потому что мы же знаем что там пуля я же знаю я же сделал рентген да там мне сделал еще что-то да или владелец пришел сказал что там построили собаку ну понятно чтобы подстрелили пошел делал рентген увидел какую-то пулю а но еще один очень важный момент люди почему-то думают что пулевое ранение головного мозга это и есть диагноз они почему-то думают что дорожно-транспортное происшествие это и есть диагноз я не знаю как это объяснять но это тоже один из вот их вот очень важных вопросов я не научился пока почему я не учился потому что когда я тут в одном городе новой российский читал лекцию и говорю что полете если ваша собака упала с откуда-то там или кошка с какого-то этажа то падение кошки десятого этажа это не диагноз вот а диагнозом будет то что она сломала там предплечье то есть диагноз будет звучать перелом там какой-то перелом была была предплечье там какой-то конечности вот оскочится осколками с осколками там пока какой-нибудь классификации можно открыты не открыты это будет диагноз а то что она упала там с какого-то этажа это просто то действие которое вызвало этот диагноз ну вот и приходят врачи такие слушали слушали там целый день я лекции читал это хоть сущего нас вот можно личный вопрос еду да вот ну как вот смаз кавказская овчарка она попала в дтп хорошо и что дальше ну что с ней пришло так нет вот она же вот рел какой диагноз а не так вот она в дтп попала и я думаю да надо тебе идти учиться когда носить до людей мысли вот все учусь учусь эту мысль не могу донести до сих пор то есть мы делаем к ты для чего или мрт по поводу пулевого ранения в главный мозг для для того чтобы увидеть первую часть на мрт что эта пуля сделала с головным мозгом что это пуля сделала с этим головным мозгом ничего она прошла и ничего не сделала то есть гематомы нет кровоизлияния нет она там себе живет эта пуля в этой голове ты овчарки так как она близко к лобным долям то она вызывает точнее повреждений на ею ткани головного мозга вызывает эпилептические приступы ну вот все все что она вызвала она повредила головной мозг у нее посттравматическая эпилепсия у этой овчарки в результате а что она сейчас делает с модом ничего она просто там лежит вот и все для мы для этого делали мрт вот значит ну вот там обсе головном мозге очень хорошо виден на мрт на рентгене его не видно поэтому это просто те случаи которые когда-то дали возможность людям понять что рентгеновский с ним и головы и бессмысленная вещь просто бессмысленная приехали врачи из нас с караины несколько лет назад это было да еще там где пошел делал мрт и говорю слушайте вот там обсцесс надо там удалить бла-бла-бла-бла они говорят о давай сделаем рентген это слушайте зачем не нужно это все они не пошли сделаем пошли сделали вот рентген то есть ну вот они такие да действительно действительно поэтому этот сущея показывает то что вот вот на мрт вот на рентгене ничего то есть это те случаи которые показывают что рентген головы бессмысленная вещь вообще то есть ты можешь сколько угодно делать рентгенских снимков но увидеть ничего не можешь потому что там не видно то что нужно увидеть также как при средних отитах это совершенно бессмысленная вещь зная эту диагностику которую надо и те болезни которые известны то есть заполнение булы воздухом есть не у всех собак и мне может быть не быть воздуха и не быть вообще этой булы но это состояние может не вызывать боль потому что это средний один собак брахицефалических пород вот такая вот ситуация поэтому вот естественно воспалительные процессы лучше видеть на мрт как я уже говорил это просто случае да то есть сделали кт это снимки там бессмысленные какие-то люди думают что это рентгеновский что это кт не кт еще один очень важный момент они думают что фотографии пленок это и есть кт то есть я на это говорю слушайте но вот я вот дуриан никогда не пробовала пишите пожалуйста мне дуриан как он стоп я понял какой у него вкус или апельсина вкус апельсина опишите чтобы я почувствовал вкус апельсина но это как-то прокатывает у некоторых людей да то есть они реально думают что вот эта пленка на которой какие-то непонятные изображения зачем-то сделаны и это и есть исследование ну то есть вот эта проблема поэтому энцефалита естественно надо делать мрт если сделать тоже клинический случай да то есть кт мрт в сравнении кт мрт в сравнении а пока ты можно увидеть увеличение объема мозга вот и если ввести контраст то некоторые виды воспалительного процесса можно интерпретить то есть те изменения в головном день которые мы видим на кт можно интерпретировать как воспаление накапливается контраст в определенных зонах и так далее отек некоторые опухоли очень хорошо видны на опухоли гипофиза менингиома очень хорошо видны на кт вот но естественно так чтобы увидеть четко и хорошо это конечно надо делать все-таки и назначать всякую фигню так естественно вот неправильная диагностика приводит к всякой фигни увлечения это куча вариантов прямо сейчас работает на сто процентов вот до 22 год вот аки ты да почему мы делаем мрт то есть у нас у нас есть вариант сделать кт мрт да в плане диагностики отитов то мы делаем мрт почему потому что мы хотим увидеть мозг мы хотим увидеть черепные нервы и вот этот абсцесс в этом головном мозге могу потому что эта операция будет другая операция будет другая то есть я удалю буллу и залезу в долговатый мозг чтобы вымыть его от этого гноя вот поэтому я сделаю мрт естественно первую очередь а потом могу сделать еще и котель для того чтобы понять у французского бульдога если там в принципе вход иногда или нет значит по поводу опухоли мозга очевидно что на первом месте это будет все-таки мрт да потому что перифокальный отек насколько он велик как накапливается контраст в каком месте он накапливается мы все-таки будем видеть на мрт на кт вида масс объем видно но что это там опухоль не видно вот мы видим что есть отек да но саму опухоль мы не видим на кт так хорошо как ну то есть мы увидим видим масс эффект иногда если это не дем и накопившая контраст мы и на кт тоже видим хорошо но лучше делать мрт поэтому если мы у нас есть пациент с симптомами поражения головного мозга в первую очередь мы ему сделаем мрт вот это однозначно очевидно и исходит из понимания смысла почему это надо сделать значит если речь идет о травме то есть чаще всего мы все-таки пойдем делать кт да почему потому что на кт мы точно также будем видеть отеки мы увидим гематомы на кт очень хорошо а разрушение каких-то костных тканей тоже мы будем видеть на кт естественно гораздо лучше а ну если посмотреть да так на кт на мрт то есть на мрт к картина может казаться страшнее чем на кт да то есть отек уж травма ушиб мозга но потом пошли сделали полы заполненная то есть разлияние в ухо да но кость никаким образом внутри внутри черепной коробки не зашла не повреждает хотя отек на мрт большой поэтому лучше конечно делать и кт мрт и более полную информацию мы получим при им травмах именно из первую очередь конечно на кт потом если данных недостаточно мы можем сделать еще и мрт вот спиной мозг на кт не виден просто вот для сравнения вот это кт компрессии нет ничего нет спиной мозг вроде нормально выглядит она мрт там просто внутри мозга с киста да то есть практически полное отсутствие самого спинного мозга потому что рентгеновские скажем так дан данные которые мы получаем от жидкости от мозга приблизительно одинаковые если бы ввели контраст на на кт мы бы увидели бы очень хорошо вот а здесь мы видим спинной мозг киста увидели бы мы это на кт при контрасте до увидели бы но тем не менее вот опять же мрт да что то там есть какое-то новообразование делаем кт подтверждаем что там новообразование вот поэтому они чаще всего идут вместе делали мрт увидели опухоль менингиому сделали кт без контраста ничего не увидели вот сделали миелографию и и диагностировали новообразование внутри спинного мозга как-то почему так делали столько исследований потому что сделали кт собаки с поражением спаниэль у спаниэль с поражением спинного мозга в шее но контраста не ввели поэтому миллография рентгеновское исследование миллография оказалось эффективнее чем кт но понятно что менингиом внутри спинного могут просто на рентгеновском снимке одна игла амнипак 3 копейки стоимость вот тебе опухоль вот тоже диск спонделит здесь он сейчас есть мы видим на мрт а на кт на кт мы видим просто разрушение до разрушения кости но не видим не видим самого спаления это собакам ветеринарного врача было тоже сделали кт даже вели контраст но ничего не увидели а симптом в этой области потом делали вот контраст на кт вот ввели анчет компрессии никакой делали мрт оказалось воспаление вот и все по поводу узи узи вообще вещь бессмысленно нужная можно так сказать параллельно сразу две вещи одновременно об одном этом исследовании значит естественно узи можно сделать только карликом при жизни потому что у них нет черепа да но увидеть то что надо увидеть и хотим увидеть на узи нельзя в принципе главный мозг у всех одинаковые череп есть у больших собак у маленьких его нету да поэтому можно все-таки увидеть на узи головной мозг что мы можем сделать из из этих данных исследования в общем ничего что он там есть есть ситуации когда мы видим но у меня есть такой слайд что для чего узи убедиться что перед вами сова к карликовой породы это очень ценный конечно способ увидеть двух килограмм что она весит два килограмма не кажется на весах это точнее будет иногда можно увидеть весь иногда можно увидеть воспаление да иногда на образование а но что дальше делать очень сложно понять очень важный момент в том что мы можем на узи увидеть нас наличие воспалительного процесса внутри желудочка головного мозга когда мы даже не видим это на мрт вот еще это можно сделать на эндоскопии мне следование да там мы на эдоскопию делаем эндоскопию желудочка да и там просто как в мочевом пузыре все плавает вот так вот ну вот вот то есть вот так приблизительно вот все исследования которые мы можем провести на узи у собак карликовых пород ничего нам не дают да есть компрессия да мы увидим на узи это может четвертый желудочек до компрессия зубом второго шейного позвонка на рентгене мы ее не видим хотя видим на узи но мы видим ее на мрт тоже видим но умирает от энцефалита потому что он там выше вот в этой области да это вот очень важный момент поэтому по большому счету я очень давно начал их исследование сделать делать я вот не убираю эти снимки до 2009 году чтобы было понятно да то есть были еще раньше сделаны а это вот вообще наверное не на 20 назад наверно это еще была такая этот наш первый узи он сейчас уже все разобили что вообще существовал вот поэтому ничего такого мы увидеть там не можем можем увидеть очаг инфекции на мрт и можем увидеть взвесь желудочках вот это наверное все что мы можем увидеть на мрт у собаки но абсолютно без узи невозможно нормально оперировать опухоли головного мозга поэтому это очень важный и нужный метод диагностики вот так видно опухоли головного мозга на узи естественно мы сначала делаем мрт это пациент франц боксер мы нашли в опухоль на мрт вот здесь она имеется да а все эти видео вместе на канале это сегодняшний день вот и соответственно без этого вообще невозможно то есть диагностика опухоли головного мозга на мрт но чтобы увидеть ее интер операционно надо делать узи во время операции то есть поэтому это абсолютно незаменимый метод интер операционной диагностики на сегодняшний день то есть пока не появился компьютерный томограф который можно во время операции сделать компьютерную томографию и даже потом когда он появится но он есть вообще он просто меня его сейчас нет все равно узи дает мне понимание до направления введения моего инструмента то есть датчик узи я понимаю где я ввожу иглу поэтому узи для этого для диагностики каких-то там реальных болезней нет кроме одного случая когда там энцефалит который невидим на мрт потому что нет мозга но взвесь есть тогда мы просто прокололи остатки коры головного мозга и вот так видны узи на узи эти опухоли то есть вот ну и потом контроль естественно тоже то что ты там до удалял есть мы не до удаляли это недавно моя одна из операции боксер вот и то есть они удалят не до удалял увидел это на узи и до удалял вот поэтому это недавно операция то есть делал узи не до удалял пошел до удалял то есть вот для этого надо делать узи то есть это главный метод и ну там так главный метод потому что потом я иду делаю еще к т то есть я после операции интероперационная делаю к т у меня в клинике стоит и к т мрт но я выбираю к т вот по определенным причинам почему потому что я и начал вижу большой отек до тканей и очень трудно дифференцировать отек от опухоли на мрт она к т это сделать легче вот и все поэтому как я уже говорил ничего не значит рентген вообще потому что вот это воспаление не для чего я огромное количество делал рентгеновских снимков пытаясь вот эту вещь как раз преодолеть меня не было я начинал работать когда не было ни к ты ни ворты ни рентгена не узи вообще и еще не было ютуба и не было вообще интернета вот поэтому его еще не придумали и поэтому пытался получать знания из других источников и когда но потом я появился рентген и я думал что как же мне начать помогать этим пациентам поэтому я делал рентген и делал контраст я делал вентрикулографию ты желудочке мозга вводил контраст ничего потому что вот эти очаги воспаления вызванные в данном случае три с половиной месяца нестабильностью клантоксиальной нестабильностью можно увидеть только на мрт поэтому не на к ты не на узи нельзя поэтому мрт это то что в этой ситуации важно и нужно и вот так вот выглядит подобный пациент на вскрытие то есть вот эти эти травмы вызванные зубы второго шейного позвонка это для чего я показываю для того чтобы вам было понятно почему перестал работать полуговатый мозг ну потому что вот так там происходит поэтому если вы слишком сильно погнули позад по сгибали шею у карлика и у нас твой на мрт вдруг умер ну вот потому что вот это это все в общем понятно и очевидно вот что я хотел сказать есть вопросы физра сторону не прям по головному мозгу конечно в этом самом как он называет перчатки да теперь стерильная перчатка в ней налит физраствор физраствор пушал дух он выльется и он вылится головный мозг и то есть и как бы это не очень хорошо гель какой-то там я не знаю может быть он не убьет я не пробовал я стараюсь так не делать да то есть вот вот налит физраствор и просто датчик он это на самом деле меня на видео на всех видно это потому что там видно что я датчик ставлю как то есть просто налил физраствора и поставил датчик вот ну и то есть вот вот таким образом и дальше может есть будет как я буду убираю не видно вот ну то есть вот да пожалуйста поэтому каждому методу диагностики свой случай и пользуйтесь для поиска вещества это можно использовать здесь например сразу да да значит узи для спинного мозга я использую для того чтобы найти интермедулярные опухоли спинного мозга точно так же а то что касается вещества то есть там нет ну просто я начал его делать операции еще до того как появилась вообще кт-мрт помилографии и поэтому я просто выработался такой метод да и принципе не я его выработал сейчас она что и многие то делают просто реки надо до жира чистого то есть мы идем просто до чистого жира то есть мы скрыли какой-то по кт-м и не видим из какого диска или и по миологафии мы не видим это видим только на мрт только на мрт мы видим из какого диска вещество вышла то есть на кота этого снуем и на рентгене невозможно увидеть и просто когда мы вскрываем тн тг е-меламинектомии мы идем до чистого жира в ту сторону и в ту сторону то есть вот таким путем потому что скрыть можно все позвонки и то есть необходимости просто нет использовать узи дам вверх видно глазом во вторых видно что жир и жир все а сколько вещества распределилась какую сторону мы в принципе видим уже на мрт ну по большому счету необходимости нету а то что касается опухоли внутри спинного мозга то да конечно обязательно потому что ты разрезаешь тишь не видишь головном мозге тоже ты не можешь так вот извилины и перебирать точнее кишки в спинном мозге еще ситуация хуже то ты должен разрезать именно над опухолем ты понимаешь что плюс-минус там чуть-чуть да но все равно датчик узи поможет ну